За окном уже все ярче светит солнце. В его лучах серебрится весенняя копель. А это значит, что совсем скоро у студентов наступит самая волнительная пора – выпускные экзамены. Времени на подготовку остается с каждым днем все меньше. Скоро последняя сессия. Нам учителя пытаются объяснять, ходим на консультации всякие, вот нам объясняют, записываем темы, лекции и потом готовимся. У нас 19-го сессия, потом экзамены, преддипломная практика и защита диплома. Уже страшно последний год все-таки. Как раз к завершающей границе подходят уже третий и четвертый курсы ступени НПО. Именно им совсем скоро быть выпускниками Артемовского колледжа точного приборостроения. О том, с какими результатами плавно подходит к завершению этот учебный процесс, рассказала заместитель директора по учебной работе данного колледжа Любовь Константинова. Как раз-таки буквально на следующей неделе у четвертого курса начинается сессия. Ребята сдают последнюю сессию экзамены. Естественно, по каждой образовательной программе там свои экзамены. После чего они уходят на преддипломную практику и готовятся к защите дипломных проектов. В этом году у нас заканчивают на очном отделении группы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, по технологии машиностроения, по вычислительным машинам, системам и комплексам. И на заочном отделении у нас есть группа бухгалтеров, которая тоже заканчивает образование. и по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Сессия – это всегда стрессовые ситуации, как обычно, как и везде у студентов. Но ребята сдают успешно, удачно. Надеемся, что и в этот году сессия пройдет у них успешно. И плотно займутся подготовкой этих дипломных проектов. У нас в этом году, я, может быть, забегу вперед, был набор по новым ФГОСам, стандартам третьего поколения. И эти стандарты предполагают некоторые изменения в образовательной программе. То есть ряд лабораторий увеличивается по некоторым образовательным программам. Поэтому мы в этом году запланировали как раз тему дипломных работ, которые бы помогли нам в разработке этих лабораторий. И вот как раз эти практические работы, они на защите должны нам представить. В некоторых группах мы попробовали сделать разработку тем, по разработке вот этих вот лабораторий в группах. Где-то по два человека, где-то по три человека. Если более трудоемкая такая работа, где-то шесть человек они работают. Особенно вот группа заочная по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Там ребята готовят в трех направлениях своей дипломной работы. Это по созданию лаборатории заправочных станций, по созданию лаборатории шиномонтажной и по созданию учебной лаборатории кузовной ремонт. То есть вот здесь вот они как раз в группах свое видение, вот как они ее видят, представляют. То есть попробуем в такой форме новый вид защиты для нас. Вот в этой форме попробуем провести итоговую тестацию. Но кто волнуется не меньше студентов, так это безусловно и преподаватели. Каждый из нас желает, чтобы все обучающиеся студенты были допущены к сессии, к экзаменам. Проводятся консультации для обучающихся, тематические консультации. То есть, допустим, студент где-то там поболел, пропустил что-то, чтобы вот эти пробелы восстановить. Групповые, индивидуальные консультации проводятся. Но все студенты, независимо от курса, на котором они сейчас учатся, были когда-то абитуриентами и тоже сдавали экзамены. Но тогда они были вступительными. В правилах приема, как и везде, требования какие? На базе 11 классов поступают они по результатам ЕГЭ. То есть результаты представляют на базе 9, поскольку таких требований еще четких для всех нет, не введено единое. Поэтому они могут предъявить свидетельство о том, что они прошли государственный экзамен или ЕГЭ сдавали пробный, можно представить. Либо они сдают экзамены. Экзамены сдают по русскому языку тестирование и математика устно. В настоящий момент нынешние первокурсники уже совсем скоро станут учащимися второго курса. Но воспоминаниями о том, как поступали в колледж, поделиться могут. Сдал хорошо экзамен по ГЕ. Меня приняли без каких-то пробных экзаменов. Друг у меня сдавал экзамен. Тоже хотел в нашу группу поясни, но немного баллов не хотел. Попал только в другую. Когда поступал, сдавал один экзамен вступительный по алгебре. Там всего 4 задания было. Быстро написал, ушел. Все. Потом после экзамена пришел, посмотрел результаты. Попал по среднему баллу в эту группу. Сюда стремился. После средней школы 9 классов общая образовательная система. С вступительными экзаменами, так как ГЕА не сдавал, просто общие. Знал то, что поступлю. Конечно, много знакомых новых. Интересно. Всегда творческая деятельность здесь развита. Неплохо. Первые экзамены, они были в конце, после Нового года где-то они были. Конечно, волновался, готовился. Бессонные ночи, можно сказать. Первокурсники очень у нас разносторонние. Но они, как всегда, как обычно, все ребята, которые поступают, очень радостные пришли. То есть, и сейчас вот вижу, что у них искорка в глазах сохраняется. То есть, они планируют и дальше получать образование, и поступать. Многие уже спрашивали, интересовались, как в будущем получить еще высшее образование. То есть, по ступенчатой структуре, соответственно, многоуровневой. Ребята, конечно, ведут домашние различные работы. То есть, творческие работы выполняют, проектные работы, пишут рефераты, очень много. Все уже с интересом, с каким-то, ну, ребята на первом курсе. Специальность очень интересуется, увлекаются. Некоторые разработки заслуживают большого внимания. Вот сейчас у нас планируется научно-практическая конференция в колледже. Многие уже заявили свое участие, внимание. То есть, принять, заняться творческой научной работой. Ребята, что курсом постарше, прошли уже чуть больше испытаний в учебе, но тоже отлично помнят, как поступали в колледж и ничуть не жалеют о сделанном тогда выборе. Как поступали? Мне вообще об этом колледже сказали мои подруги. Мы вообще из другого города, я живу в общежитии. Из какого? Из Туринска. Ну, поступили, учимся. У нас, в общем, Туринск, городок небольшой, там негде учиться, там профессии продавец, повар. Ну, вычислительные машины мне показались более интересные. Сейчас все с компьютерами связано, поэтому я сюда поступила, и интересно за компьютером работать. Поступительные экзамены были по математике и русскому. Русский я сдала на три, математику на четыре. Ну, и поступила. Ой, сессии – это вообще сложно. Ну, у всех, наверное, из долги, как бы сложно влазишь из долгов. Тут же готовиться нужно очень сложно. Ну, сессия у нас четыре экзамена. Сейчас вот мы за 6 марта уходим на практику. И постепенно готовимся к экзаменам. Экзамены проходят в спокойной обстановке, но подаватели стараются все равно помочь. Стараемся создавать удачные экзамены, хорошие результаты показать. Ну, пятак ложим. Весело, весело живем тут, и праздники у нас проходят постоянно. Как бы интересно учиться. Время пролетит незаметно, и совсем скоро Артемовский колледж точного приборостроения в очередной раз примет у своих студентов выпускные экзамены и будет ждать уже новых первокурсников. Правила остаются теми же самыми, и в этом году мы контрольные цифры приема или прием будем вести по направлениям на ступени НПО начального профессионального образования. Это профессия автомеханик, профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию, простите, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования по отраслям и повар-кондитер, что очень часто и много спрашивает ребят именно эту профессию. Поэтому мы сделали запрос и нам подписали, подтвердили, утвердили эти профессии. На ступени СПО две специальности – это компьютерная система и сети, и вторая специальность – технология машиностроения, которая востребована сейчас на всех предприятиях. Вот набор в этом году тоже был по этой специальности. Группа набрана, ребята с удовольствием обучаются. Но надеемся, что и в этом году тоже набор состоится. Всех абитуриентов я приглашаю к нам на обучение. Пожалуйста, приходите. Приемная комиссия начнет работать в июне месяце, с 1 июня. Пожалуйста, всех ждем.